Еще две важные социально значимые стройки взял под личный контроль руководитель администрации Алексей Валов. В поселке Новый Городок начались ремонтные работы в трехэтажном здании бывшего военного общежития. Как мы уже рассказывали, на первом этаже готовится к открытию социально-реабилитационный центр для детей и подростков. На данный момент туда закупается специализированное оборудование. На втором и третьем этажах обустроят общежития для медицинских работников и педагогов. Подрядная организация «Пром Риэлт», работающая с администрацией района на правах муниципально-частного партнерства, обещает отремонтировать помещение за месяц. Общежитие рассчитано на 40 семей. Понятно. Разворачиваемся, пошли. Работы много. На сегодняшний день мы приступили к ремонту второго и третьего этажа. Сроки поставлены очень жестко и в укороченном режиме мы должны это все дело отремонтировать. Я думаю, что через месяц мы откроем общежитие. Единственная в Медвежьо-Озерском поселении средняя школа тоже в центре внимания. Но здесь все только начинается. В конце апреля состоялся конкурс на проектирование пристройки к зданию, который выиграла компания «Промстройинженеринг СПБ». Алексей Валов встретился с ее представителями и педагогами на месте будущей стройплощадки. Как мы будем привязывать тебя сюда? Фортзалы будем привязывать? Сюда будем привязывать? Или отдельно? Сюда, южная сторона. Вот этот сквер рядом со школой доживает последние месяцы. Жаль, конечно, но школа-поселению нужнее. Второй корпус будет рассчитан на 275 учеников. С основным зданием его свяжут галерейным переходом. На встрече обсудили, как сделать так, чтобы новое здание архитектурно гармонировало со старым. Алексей Валов рекомендовал выдержать внешний облик школы в цветах герба Медвежьо-Озерского поселения. А это синий, зеленый и желтый. Проект обещают выполнить за 4 месяца. Конкурс объявлен был областью, Московской областью. Сегодня мы выехали на этот объект для того, чтобы посмотреть, как в дальнейшем будет привязываться эта школа, где будет переход к основной школе. Кстати, несколько лет назад проект пристройки к Медвежьо-Озерской школе уже был разработан. К сожалению, тогда строительная компания «Мортон» этим и ограничилась. Педагоги надеются, что в этот раз благое дело все-таки доведут до логического завершения. Задача на сегодняшний день у нас стоит закончить строительные работы все 1 сентября 2017 года. Ирина Микеда, Игорь Поляков и Сергей Максимов. Телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok